Протяженность его составляет 5,8 километров. У него износ практически 100%. 65 миллиардов рублей нужно на все, чтобы отремонтировать. За чей счет все это будет происходить? В любом случае будут платить потребители. У нас индекс был всего 3,6%. Ну что, мы, получается, недоплачиваем, что ли, за наши услуги? Индекс гораздо меньше, чем инфляция. Здравствуйте. Это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Дарья Петрова. Тема нашей беседы сегодня – проблемы ЖКХ отрасли. Коммунальная система России изношена на 60%. А в столице Татарстана ее износ уже оценили в 70%, а то и в 80%. Тем временем правительство страны одобрило увеличение стоимости капремонта до 25%. Причина – резкий рост цен на стройматериалы. Эти и другие актуальные проблемы сферы ЖКХ мы обсудим сегодня с экспертом в нашей программе. А разобраться в этих непростых вопросах нам поможет депутат Казгурдума, заместитель исполнительного директора Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Татарстана, заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Евгений Андреевич Чикашов. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Мы работаем в прямом эфире задать свои вопросы нашему эксперту или поделиться своим мнением. Можете и вы. Для этого нужно набрать номера телефонов, которые вы видите на своих экранах. Это 511-9966 для Казани и бесплатный номер для регионов. 8800-532-55. Звоните. Мы очень ждем ваших вопросов на протяжении всей программы. Кроме того, приглашаем вас поучаствовать в нашем голосовании. Еще перед началом программы в нашей официальной группе ВКонтакте Татарстан-24 мы запускали опрос, где спрашивали у вас, уважаемые телезрители. А вас устраивает качество услуг ЖКХ. Чтобы пройти на страницу с опросом, наведите камеру мобильного телефона на QR-код, который видите в углу экрана. Таким образом, вы автоматически перейдете на страницу с опросом. Вот такие вот данные устрашающие появились на этой неделе, что коммунальная система страны изношена на 60%, повторюсь. В Татарстане уже на 70%, об этом признался генеральный директор ВДКанала, потому что в городе огромное количество провалов, сети просто не выдерживают. И вот в качестве иллюстрации предлагаю нам сейчас коротко посмотреть фрагмент сюжета и обязательно обсудим с вами его. Северный коллектор, который был построен в 1985 году, вроде как молодой, 36 лет, но уже за последнее время было более 34 провалов на этом коллекторе. В этом году только 19. Третий северный коллектор – одна из самых болезненных точек в системе водоканала. Он качает стоки Новосавиновского, Советского районов, а также дербышек. Только за этот год на этом коллекторе случилось 19 провалов. На капитальный ремонт почти 8 километров нужно больше 6 миллиардов рублей. Но этих денег пока нет. Второй северный коллектор, ему 62 года. Протяженность его составляет 5,8 километров. У него износ практически 100%. Ситуация плачевна именно из-за износа канализационных сетей. Произошли обрушения в районе улицы Короленко, а также на проспекте Ямашево. В наших архивах хранятся десятки историй, когда на ровном месте под землю уходили общественный транспорт и легковые автомобили. Сейчас ситуация достигла критической точки, что в водоканале решили заявить об этом открыто. В противном случае Казань может уйти под землю. У нас в тарифе, мы тарифы регулируем предприятия. Государство нам устанавливает тариф на будущий год. Так вот, в тарифе у нас предусмотрено 260 миллионов рублей. По нормативу, исходя из того, сколько у нас есть сетей и ветка, сколько в год мы должны привлекать на капитальный ремонт и текущий ремонт не менее 2 миллиардов рублей. Вот такие страшные цифры звучат. А вообще есть еще одна цифра, 65 миллиардов рублей нужно на все, чтобы отремонтировать, реконструировать все эти сети. И, наверное, главный вопрос, за чей счет все это будет происходить? Кто за все заплатит за такие работы? Ну, понятно, что Водоканал устанавливает тариф с помощью комитета по тарифам. И в любом случае будут платить потребители, это физические и юридические лица. Как сказал руководитель Водоканала, сумму он уже обозначил, это порядка 2 миллиардов рублей в год. Нужно тратить на капитальный ремонт, чтобы у нас с вами была всегда холодная и горячая вода в кране. Хорошо, что эта проблема озвучивается, что ее не умалчивают, как это было многие годы, что на нее обратили внимание. Потому что, как уже сказали, Казань, конечно, не уйдет под землю, но мы, как собственники жилья, как жители этого города, привыкли уже к достаточно комфортным условиям и комфортным условиям подачи холодной воды, горячей воды. И задержка даже, или выключение воды на несколько часов. Это уже большой стресс для нас, для всех. Это большой стресс, это обрываются телефоны, всех аварийных служб и так далее. И здесь стоит четкий понятный выбор. Если у нас готовы ли мы терпеть эти проблемы, либо нужно обратить внимание на капитальный ремонт. А капитальный ремонт, опять же, это будет все-таки за счет собственников. Но вот это единый момент, как-то возьмут на нас и бахнут эту сумму? Или как-то это распределится? Нет, никаких единых моментов не будет. Сейчас комитет по тарифам рассматривает заявку Водоканала, насколько увеличить существующий тариф, чтобы денег хватало на ремонт инфраструктуры. Здесь надо четко понимать, что у нас город динамично развивающийся, и сети Водоканала необходимы как новым объектам, так и уже существующим. Ремонт этих сетей необходим. Поэтому, я думаю, что будет найдена золотая середина. А вот государство может нам помочь? То есть на какое-то доп. финансирование, какие-то федеральные, может быть, программы? Не обязательно региональные. Это тоже рассматривается. Марш Кирзянович Хуснулин, вице-премьер правительства Российской Федерации, уже неоднократно заявлял о том, что такая проблема существует. Он это знает не по наслышке и по работе, в том числе и в Республике Татарстан, что коммунальные предприятия на сегодняшний день находятся в тяжелой ситуации. Постоянный недоремонт давит на них. Постоянный недосбор этих средств, которые они бы с удовольствием направили на капитальный ремонт, тоже на них очень сильно влияет. И здесь мы для себя должны четко определить, хотим мы оставаться в таких комфортных условиях или нет. Либо мы платим больше, либо сидим без воды. Совершенно верно. Вот смотрите, вообще изначально, почему получилась вот такая вот плачевная ситуация, как мы увидели? То есть это недостаточный уход, то есть за трубами никто не следил или просто подошел в сроках службы, они не должны столько работать, можно сказать? Как любая труба, любая труба имеет свой срок годности. Трубы, которые сейчас лежат в городе, они уже некоторые трубы по несколько сроков прошли, они уже давно должны были выведены быть из эксплуатации. Есть такое понятие индекс увеличения тарифов. То есть он ежегодно, этот индекс, мы на него ориентируемся, когда те или иные тарифы принимаются как в жилищном хозяйстве, так и в коммунальном хозяйстве. Вот давайте, кстати говоря, посмотрим. Впервые в 2020 году он достиг, по сути, своего исторического минимума. То есть у нас индекс был всего 3,6% в сравнении с тем, что, допустим, мы видим в 2011 году 11%. Если проанализировать этот индекс, то мы четко поймем, что он должен быть привязан к инфляции. То есть примерно равняться инфляции. Если же индекс меньше, чем инфляция, то, соответственно, возникает та сумма недосбора, которую необходимо было направить на те или иные работы, в том числе и капитального характера. Но их не собрали, на эту сумму не увеличили тариф. Ну и результатом всего стал, конечно, недоремонт. Недоремонт сетей. Ну и скопившийся, видимо, недостаток суммы. Совершенно верно. Прием телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, чуть громче, пожалуйста. Такой вопрос. В жилищном законодательстве есть такая статья. Какая? Ждем очень сильно. На отопление должны брать только те площади, где установлены отопительные приборы. В чем вопрос ваш? А у нас берется общая площадь и коридоры, и туалеты, вплоть до балконов. Вот ответьте, пожалуйста, на сколько это правильно. Спасибо большое. Мы еще и за общедомовое имущество платим в этом смысле. Общедомовое имущество в этом плане. Согласен. Если в коридоре не стоит радиатор, это не говорит о том, что не тратится отопление, не тратится тепло на обогрев этого помещения. Здесь, конечно же, мы платим за общую площадь квартиры, которая есть, потому что вся она обогревается теми радиаторами, которые установлены в квартирах, за исключением, ну, понятно, что балкона. За балкон мы не платим. Здесь, наверное, есть, возможно, какая-то ошибка. Необходимо обратиться к жителю либо в управляющую компанию, либо в центр общественного контроля, и с этой ситуацией мы легко разберемся. Примем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, говорите. Да, Леон, здравствуйте. У меня вопрос такой. Как защитить свои права на качественные услуги ЖКХ? И можно ли отказаться от тех услуг ЖКХ, которыми не пользуешься? Спасибо. Чтобы качественные услуги ЖКХ оказывались, понятно, что если они оказываются некачественными, то у вас есть возможность обратиться и в управляющую компанию, и в госжилуинспекцию, и, как я уже сказал, к нам, ну, и, в крайнем случае, это прокуратура, для того, чтобы восстановить себя в правах на эти качественные услуги. Что же касается, пользуемся ли мы теми услугами, или хотим платить только за те услуги, которые мы пользуемся, перечень услуг определяется на общем собрании собственников жилья, потому что, я так понимаю, что житель может отказаться, например, от уборки двора, сказать, ну, мы не будем убирать двор. И что будет в этом случае? Что будет? У него же не вычтут это из платежки. Нет. Все равно придется платить. В любом случае придется платить, если только все собственники за это не проголосуют. То есть, здесь очень мало одного желания конкретного жителя. Здесь должны вас поддержать все жители дома. Мы вернемся все-таки в наше русло разговора. Заговорили мы с вами о тарифах, и вот на этой неделе им предсказали подорожание до, цитата, экономически обоснованных. То есть, эксперты отмечают, что сейчас плата за коммунальные услуги не покрывает их себестоимость. То есть, так ли это, во-первых, на самом деле, а во-вторых, ну, что мы, получается, недоплачиваем, что ли, за наши услуги? То есть, и так баснословные такие счета приходят, особенно зимой, еще получается мало, что ли, этого? Ну, здесь надо подойти к этой фразе чуть-чуть по-другому. Но, во-первых, есть должники. Есть должники, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги, и долги на сегодняшний день просто колоссальные. И перед жилищными организациями, и перед энергетиками, и перед коммунальщиками. Это первый момент. Что же касается экономически обоснованных тарифов, то я в предыдущем ответе уже попытался рассказать, что все-таки индекс, он должен соответствовать уровню инфляции. Для того, чтобы не было вот этой дельты, так называемого, ну, не до сбора, не до оплат, когда индекс гораздо меньше, чем инфляция. И здесь мы попадаем, видим, что есть те средства, которые должны были пойти на недоремонт, а их не собрали. Ну, не собрали, да. То есть, получается, 3,6 нам очень мало, да, индекс? Ну, это в среднем по стране, у нас в Сатарстане в районе 4, а инфляция где-то порядка 5, боюсь соврать, да? То есть, все-таки нам надо до 5 так... Под этим экономисты подразумевают экономическую целесообразность. Примем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот пару лет назад говорили, что жители первых двух нижних этажей должны платить меньше за отопление. Вот, хотелось бы послушать ответ. Но в связи с тем, что, допустим, у некоторых индивидуальных отоплений есть в квартирах и центральных отоплений. Вот, извините, пожалуйста. Спасибо. Как правильно сказала жительница, есть дома с индивидуальным отоплением, это когда у вас квартира отапливается от газового котла, вы сами вправе решать, когда у вас начинается отопительный сон, когда он у вас заканчивается, прибавить вам или, соответственно, убавить, да, там. Здесь платят только за воду, ну и, соответственно, за газ. Дома с центральным отоплением, там тепло поставляется либо от котельной, либо от ТЭЦ. И здесь, конечно же, о том, что первые два этажа должны платить меньше, это не совсем правильно. По одной простой причине. Ну, сейчас во всех домах установлены приборы учета, приборы учета тепла, которые на вводе в дом считают, сколько тепла зашло в дом и распределяются пропорционально, пропорционально, еще раз, пропорционально площади занимаемых помещений. То есть, если мы понимаем, то для отопления первого этажа, чтобы там была более комфортная температура, нужно гораздо больше тепла. Ну, потому что подвал и земля близко. Совершенно верно. Ну, то есть, никоим образом это не зависит, не будут жители первых и вторых этажей платить меньше? Нет, нет, это не будут. Такая ситуация возможна лишь при фактической оплате. Это когда все квартиры многоквартирного жилого дома установят себе индивидуальные приборы учета тепла. Ну, это уже каждый по факту. Совершенно верно. Сейчас эта практика есть в нововводимых домах и потом в соципотеке, в новостройках уже есть приборы учета тепловой энергии, которые считают ровно столько, сколько потребил тайной квартиры. Ну, вот еще вот одна пугающая новость последней недели стоит в том, что правительство разрешило пересматривать стоимость уже заключенных контрактов на капремонт многоквартирных домов за рост цен на стройматериалы. То есть, до 1 января по соглашению сторон пересмотрят контракты на капремонт в части увеличения договора до 25%. Ну, и вот утверждается, что размер взносов на капремонт, который платят самые обычные наши жители, мы с вами, якобы не изменится. Вот в таком случае, что смета на работы уменьшится? Здесь хотелось бы объяснить, что это касается только заключенных контрактов в 2021 году. Постановление действует до 1 января 2022 года. И это связано с огромным ростом на строительные материалы и будет касаться только строительных материалов, только стоимости строительных материалов. Здесь сразу оговорюсь о том, что это не касается строительно-монтажных работ. Стоимость на них не меняется. И надо четко понимать, что увеличению не подвергнутся все многоквартирные дома, которые в капитальном ремонте. Это жестко контролируется и служба технического надзора, и государственные жилищные инспекции, и фондам ЖКХ. Вот на ваш взгляд, какие тогда услуги могут подняться в цене? Нет, здесь услуги не будут подниматься. Здесь тариф останется. Понятно, что цены возросли на металл изделия. Это сразу видно. То есть те работы, где задействован металл, дерево, они и поднимут. Но я вас уверяю, это все перепроверят очень много раз, и это не будет повально, не будет стопроцентно на каждом доме. Каждый год эти материалы проверяются. То есть есть определенные индексы, и здесь мы четко понимаем, что на каком-то доме возникнет экономия, а на каком-то доме по тем или иным причинам увеличение сметы. То есть законодатель просто дает возможность подрядчику, компании, которая делает капитальный ремонт, получить свои деньги в полном объеме. Примем еще один телефонный звонок. Напоследок. Здравствуйте. Говорите, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Я это, самая щаснабережная Челна, а мама живет в Мензелинском районе. Сейчас где-то от Энерго нас соединили туда за счет мусора. Ну, простой мусор. А я же мать забираю, мы ее мусор не выносим, когда я ее в Челну забираю к себе. Я старшая дочь материна. Вот. С ноября по 1 мая. Вот. Я 1 ноября ее забираю, это получается у меня 7 месяцев ее нету. Спасибо большое. Так вот, за мусор 100 рублей каждый месяц нам платить. Я четвертый год уже ее забираю сейчас. Спасибо. Ну, могут ли как-то люди не платить за свой мусор? Конечно, но это нужно составить обращение, подтверждающие документы, что действительно этот человек отсутствовал. Отсутствовал, в это время не находился дома. И я думаю, что... Куда их направить? В управляющую компанию. Если такой нету, ну, соответственно, ТСЖ, ЖСК. Ну и, конечно же, в части мусора это к рекоперператору. Давайте подведем итоги нашего опроса на окончание программы у нас. Мы спрашивали, у вас, уважаемые телезрители, наши потенциальные зрители, подписчики группы ВКонтакте, а вас устраивает качество услуг ЖКХ? Давайте посмотрим на результаты. Да, у нас в доме нет проблем 9%, всего лишь ответили так. Нет, у нас постоянно что-то ломается, 38%, ну, порядка, примерно 40%, да. И у нас все нормально, но счета слишком большие, 52%. Вот напоследок, да, может быть, какой-то короткий совет, как сделать так, чтобы счета были поменьше? Совет один. Все-таки нужно заниматься энергосбережением, выключать свет, уходя из дома, не лить лишнего воду, утеплять окна, заниматься энергосбережением, и тогда счета в целом в доме станут меньше, ну и платежки тоже уменьшатся. Спасибо вам большое, Евгений Андреевич, за эту интересную беседу. Спасибо. Это была программа «Актуальный разговор», и сегодня мы обсуждали проблемы ЖКХ отрасли. Спасибо, что сегодня были с нами. Всего доброго и до встречи. Подписывайтесь на канал «Татарстан-24», не пропускайте интересные выпуски, жмите на колокольчик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова